Здравствуйте, виноградари! Вы снова на канале Виноградник за окном и с вами Юрий Егорутин. Очень часто виноградари замечают, что ягоды в гроздях винограда, которые уже вот-вот должны созреть, вдруг останавливаются в росте. Цвет у таких ягод обычно становится бледным, сами ягоды на ощупь вялые и при легком дотрагивании осыпаются. Причем обычно это касается нижней части грозди, то есть верхние ягоды еще нормальные, а вот с нижними такая беда случается. Причем нет никаких видимых болезней. Многие связывают это с недостатком магния или какого-либо другого микроэлемента, но мне кажется, что дело в обычном перегрузе гроздями. Причем страдают этим явлением в большей части сорта и гибридные формы с огромной силой роста. То есть те сорта, у которых на побегах оставляют по две гроздей и дело даже не в их количестве, а в их весе. При этом очень часто, хотя выращивается очень длинный побег, но все пасынки удаляют и просто листовой поверхности не хватает, чтобы прокормить несколько гроздей на одном побеге. И уже на фоне перегруза возникает нехватка какого-либо микроэлемента. Кстати, по отзывам виноградарей, обработка магнием не всегда помогает. Это первая возможная причина осыпания ягод. А я хочу вам сейчас рассказать еще и о второй причине, и которая, как мне кажется, созвучна с первой, они как бы перекликаются. И вот на основании второй можно, скорее всего, объяснить и первую. Итак, второй причиной может быть перекручивание гребня грозди и потеря проводимости тканей, после чего симптомы точно такие же, как и при перегрузе. Это случается на очень тяжелых гроздях, когда гребень просто не в состоянии удержать такую массу. Хотя в моем случае гроздь не слишком большая, здесь всего лишь, наверное, кило двести будет. Но вот в этом месте неудачная была подвязка. И вот гребень в этом месте передавлен. Передавлен практически наполовину, даже больше. И если присмотреться к моей грозди, то вы увидите, что вот как бы вот в этом месте проходит такая невидимая черта. Вот верхняя часть крупные ягоды, хороший цвет. Кстати, по вкусу они тоже прекрасные, сладкие. А вот эта часть, эта часть, она прям видно визуально, что она отличается. Причем и на ощупь, если взять, то эти ягоды вот они вялые, недостаточно в них влаги и практически не держатся на плодоножках. Хотя эти вот, которые я показываю еще более-менее, а вот в этом месте находились ягоды, которые практически осыпались. А вот эти ягоды, эти нормальные ягоды, вот практически даже не в состоянии ее оторвать. Причем вначале я подумал, что просто вот в этом месте есть где-то повреждение. Но там повреждения нет. Повреждение только вот в этом месте. И получается, что вот до первого разветвления гребня, вот эта часть, вот эти все ягоды, получают питание достаточно. И развиваются ягоды тоже достаточно. Все, что идет дальше, хотя там тоже нет повреждения. Вот нижняя часть грозди. И чем ниже, тем меньше и хуже. И вот такое повреждение гребня, когда через поврежденный участок проходит слишком мало питательных веществ, которое способно прокормить только вот такую часть грозди. Вот эту, которую вы видите. На остальную часть уже его не хватает. И вот этот случай, мне кажется, и объясняет, и первый случай, когда без видимых повреждений просто осыпаются ягоды. И именно это связано как раз на слишком крупных гроздях, когда большая нагрузка. И в основном это касается нижней части грозди. Мне кажется, что и в первом, и во втором случае механизм один и тот же. Либо перегруз с гроздями, и на этом фоне просто нехватка питания. Куст просто не в состоянии произвести больше. Либо механическое повреждение. И тоже на этом фоне нехватка питания. Поэтому если столкнулись с таким явлением, стоит обратить внимание на сорт и нагрузку. И попробовать уже в следующем сезоне как-то скорректировать. Ну а в этом году уже довольствоваться не совсем качественным урожаем. Естественно, как мне кажется, вот никакая обработка, никакого результата мне уже не даст в этом случае. Тем более, вот верхняя часть ягод уже созрела. Их можно употреблять в пищу. Ну вот, что получилось, то и получилось. Хотя, конечно, возможен вариант, что почва такая бедная, что не позволяет прокормить куст. И тоже, возможно, могут быть такие симптомы. Но мне кажется, что на бедных почвах огромные грозди, конечно, без дополнительных подкормок и удобрений, просто не закладываются. А с вами был Юрий Игорутин. До скорой встречи. До свидания. Пока.